Продолжение следует... В нем он призвал всех сторонников волевых сил обязательно принять участие в выборах. Мотивация следующая. В Кремле дикая паника. Власти СМЕС докладывают, что сфальсифицировать выборы в пользу Единой России не получится. Не получится, поскольку ожидается беспрецедентная явка избирателей. И именно поэтому, поскольку появились все шансы, сейчас и нужно сделать все для того, чтобы не дать. Путиновой кампании сфальсифицировать выборы. Вот как он об этом сказал. Сейчас самое главное, не дать им сфальсифицировать. Вы скажете мне, ну а что мы можем сделать? Еще раз повторю, паника дикая абсолютно. Знаете, спускаются разнарядки, а с МЕС приходят ответы. Мы не можем этого сделать. Явка ожидается 50-70%. Мы не можем дать уже такие цифры, говорят фальсификаторы. И именно поэтому он подчеркнул, 19 сентября нужно прийти на выборы и желательно привезти с собой друзей и знакомых. Но и понятно, он также подчеркнул, что 19 сентября желательно прийти во второй половине дня, после обеда. Он также сказал, что у левых сил сейчас очень много наблюдателей. 35 тысяч человек, к примеру, записались в наблюдатели впервые в своей жизни. И именно поэтому реальный шанс победить на выборах и появился. И на его взгляд он появился впервые, с 1991 года. Дальше он добавил, что с этого начнется восстановление социализма в нашей стране. Что здесь можно сказать? Я уже не раз говорил о том, в чем я категорически не согласен с Платошкиным. Прежде всего я не согласен с ним в том, что в России можно восстановить социализм. И нельзя его восстановить по очень простой причине. Нельзя восстановить то, чего в ней никогда не было. И тут я чуть перефразировал слова Владимира Ильича Ленина. Что по Ленину, что по Марксу, что по Энгельсу. В России не только не было никогда социализма, но в ней никогда не было даже капитализма. Представьте себе. В России, как и в СССР, всегда был политаризм или азиатский способ производства. Мой подробный ролик о том, что такое политаризм, будет на конечной заставке. Именно поэтому Ленину, кстати, и понадобилась политика НЭПа. Она была нужна для того, чтобы Россия могла пройти капиталистическую фазу развития. Но пройти ее под контролем государства, диктатуры, пролетариатов. По мнению Ленина, в эпоху империализма такое стало возможным. Поскольку в России при всем при всем уже было достаточно промышленного пролетариата. И в России уже была настоящая коммунистическая партия. Это давало шанс на перерастание буржуасно-демократической революции в социалистическую. Иосиф Сталин, подло предав дело коммунизма и вообще левое дело, вернул Россию, вернее уже Советский Союз, опять на политарные рельсы. А также он запретил преподавать все эти положения, одни из основополагающих положений, кстати, марксистско-ленинской теории, в советских учебных заведениях. Именно поэтому обычный человек в нашей стране и не знает вот то, что я сейчас рассказал. И именно в этом, кстати, главная причина краха Советского Союза. А не в том, что Советский Союз подло предал Горбачев. Как любят говорить современные политаристы. Номенклатура. Советский Союз рухнул не потому, что его продал Горбачев. А потому, что он никогда не был советским, а всегда был политарным. Настоящий предатель дела социализма, настоящий предатель Советского Союза, настоящий предатель всего, что свято для любого человека левых убеждений, Иосиф Сталин, а никак не Горбачев. Но номенклатурят. Такая ерунда, как левое дело, дело коммунизма и так далее. Это же все без разницы. Ее интересует только одно. И дальше сидеть в своих руководящих креслах. И, пользуясь этим, продолжать паразитировать на народе. А под какими знаменами, для нее не важно вообще. Можно и опять под красными. Именно поэтому приход к власти КПРФ в союзе с Платушкиным. 99% опять закончится только сменой вывески. А номенклатура как паразитировала на народе, так и продолжит на нем паразитировать. Будут только иерархические перестановки в ее среде. Но ясно и другое. Путина и кампанию от власти, тем не менее, тоже отстранить пора. И шанс для этого, похоже, появился всерьез. Если на этих выборах удастся существенно снизить представительство Единой России в Государственной Думе, в региональных органах власти, то это будет очень существенный шаг вперед. И, наконец, вперед, а не назад. Благодаря Путину мы двигались назад. И только назад. Обратно в Советский Союз. Только прикрыто теперь не красными знаменами, а, скажем так, православно-либеральными. Я уже говорил, что лично я собрался голосовать за Яблоко. И у нас в Карелии я проголосую, собственно, за Яблоком в Госдуму, за Эмилию Слабунову в Госдуму и за Ирину Неполойнин, законодательное собрание Карелии. Кстати, это рекомендация умного голосования команды Навального. Но я никому не навязываю своего мнения. И предлагаю всем порядочным людям проголосовать за кого угодно. Но только не за Единую Россию и за ее представителей, идущих по одномандатным округам. Кстати, это нисколько не мешает мне оставаться человеком левых убеждений. И я напоминаю людям действительно левых убеждений еще один завет Владимира Ильича Ленина. В условиях политаризма Октябрьская революция невозможна без Февральской. И именно поэтому все призывы Платушкина восстановить социализм – это глупость. Владимир Ильич Ленин учил, что политарному государству на первом этапе нужен не социализм, а капитализм. Но капитализм под контролем социалистического государства. А также он учил, что именно такой контролируемый социализм будет самым эффективным. Он будет эффективнее даже настоящего капитализма. Поскольку в нем не будет царить рыночная стихия. И в период НЭПа, кстати, он блестяще доказал это на практике. И именно поэтому в нашей стране настоящим левым силам нужен сейчас союз с настоящими правыми силами. Не с Путиным и компанией. Поскольку они такие же правые, как Зюганов и компания левые. А с теми правыми, которые действительно будут бороться против господства номенклатуры в нашей стране. И неважно, какими знаменами это господство будет прикрыто. Православно-либеральными или красными. Политарная суть российской системы от этого совершенно не изменится. А победить господство номенклатуры в России, как наглядно показывал опыт стран Восточной Европы, невозможно без иллюстрации. Сегодня нам нужна не просто сменяемость власти, как любят повторить нам эллинисты. А нам нужно глубокое и кардинальное обновление кадров на всех уровнях. Если мы хотим, чтобы в нашей стране что-то действительно изменилось к лучшему, то прежде всего из власти нужно изгнать и изгнать навсегда. Даже не в Фамусовых и Молчалинах, характерных для политаризма царской России. А нам нужно изгнать из власти Шариковых и Швондеров, характерных для политаризма в Советском Союзе. И это удалось, да, великолепно показать двум великим мастерам слова. Александру Грибоедову и Михаилу Булгакову. Показать в горе от ума и показать в собачьем сердце. Самое же главное, Булгакову удалось показать даже больше, чем Грибоедову. Ему удалось показать, насколько далеко предательство Сталина отбросило нашу страну. Поскольку он наглядно показал, насколько Шариковы и Швондеры хуже даже Фамусовых и Молчалинах. Кстати, это хорошая лакмусовая бумажка. Действительно вы с человеком левых убеждений имеете дело? Или с номенклатурщиком, прикидывающимся человеком левых убеждений? Как только такой человек якобы левых убеждений начинает нахваливать Сталина, знайте, перед вами номенклатурщик, прикрывающийся красным знаменем. Или номенклатурный халуй, что еще хуже. Ну а пока я от всей души желаю Единой России поражения на этих выборах. Если понравился ролик, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь роликом в социальных сетях и на других ресурсах, пишите комментарии, смотрите мои аналогичные ролики. Какие именно вы видите на конечных заставках? Субтитры сделал DimaTorzok